Всем привет! Рады представить очередной обзор. Сегодня у нас пойдет речь о воблерах, а именно о воблерах, копиях, а также подделках под известные бренды. Вот такая вот интересная тема. К сожалению, не так много у нас материала, чтобы показать. Но, что собрали, тем рады поделиться с вами. Вот, а именно, речь пойдет о таких моделях воблеров Мегабас, как Ван Тен. Вот, Ридж, пожалуйста, Асура. Вот такие вот модельки. Для сравнения по Ван Тену мы взяли оригинал, оригинал, как он выглядит. Вот. К сожалению, нету сейчас пачки. Ну, как говорится, один добрый человек поделился оригиналом. Как выглядит оригинал. И давайте посмотрим, как же выглядит подделка под него. Хочу заметить, что упаковка сделана очень качественно. Очень качественно. На упаковке указано, что это сделано made in Japan. То есть, что воблер сделан в Японии. На обороте указано, что это, опять-таки, made in Japan. Фирма Мегабас. Наклеечка, пожалуйста, штрих-код. Вот. На обороте. Очень качественная упаковка. Вот, если на него наклеить, в принципе, оригинальный ценник Мегабаса еще, то можно принять реально за Мегабас. Так, а давайте посмотрим, чем же он отличается все-таки от Мегабаса. О, что мы видим? Тут приклеен глаз. Лишний глаз приклеили. Ну, видно, глаз много, поэтому вот лишний глаз зафигачили сюда. Вот он, наш лишний глаз. Ну, блин, продадим отдельно его, озолотимся. Вот. Смотрим. Значит, по модельке, конечно, она, это поменьше модель, чем, ну, вот, оригинальная. Также на спинке у нас что-то указано. Что-то указано, что по-английски. Что-то написано. Размер, скорее всего. Вижу он. Да-да-да. И тут что-то по размеру. Тут Libra, Footy. Короче говоря, ихние метрические системы нам неизвестны далеки. Раскраска очень качественная. Очень качественная раскраска. Прям вот, прям круто, круто сделано. Вот, если сравнивать с оригиналом, реально смотрится, смотрится, да. Придраться, в принципе, если бы не лишний глаз, который сразу вызывает какие-то сомнения, то, блин, особо и не к чему. Так, давайте посмотрим на тройники. Тройники у нас отличаются. Тройники отличаются формой, видите, какие здесь тройники идут и здесь тройники идут. Тройники разные. Повторю, что воблеры по своим, по своей длине, по размеру разные идут, но одной модели. Вот. Вот такой вот вантенн. Вантенн. Давайте откроем еще один вантенн. Где он у нас лежал-то? Вот он вантенн. Вот такой вот. Тоже копия. Мегабас вижен вантенн. Вижен вантенн. Пожалуйста, мегабас вижен вантенн. Покажу его. Со всех сторон. Ага, вот еще у нас один. Вот такой расцветки. Вот. Все сделано на высшем уровне. И, опять-таки, глядя на упаковку и на расцветку, на покраску воблера. Ну, сделано очень... Смотрим, тут он прозрачный. Видно, как система шарика-подшипников крутится внутри. Система магнитов. Видно, что ее здесь нет по дальности заброса. Шарики тарахтят. На оригинале шарики тарахтят. Здесь простые шарики. Здесь, я так думаю, что уже система дальности заброса магнитная стоит. То есть... Ну, да. Судя по всему... Да. Есть такое дело. Здесь обычный шарик. Здесь система дальности заброса. Достаточно весомая. Когда переворачиваешь, чувствуется, что разница, она все-таки есть. Так. Ну, блин, все равно. Качество такое, что... Даже, смотрите, опять-таки, надпись. Видно, да? Так. Блин, я рассчитывал еще один глаз получить. Здесь нету глаза. Одноглазый у нас воблер получится. Вот. Давайте еще этот откроем. На один глаз мы получили. Вот второй бы глаз и воблер один бы сами собрали. Так. Не думайте, что-то мы такое делаем только. Так. Очень красивая раскраска. Такой кислотник своего рода. Полосатый. Тигровый. Или как она называется? Мэтт Тайгер, по-моему. Все здорово сделано. Опять-таки, обратите внимание, тройники, какие здесь стоят. Какие на оригинале стоят. То есть, тройники отличаются. Заводные кольца тоже отличаются. Заводные кольца отличаются. Так ничего особенно существенного другого не вижу. Насколько качественный лак, сколько ударов щуки он перенесет в своей жизни, неизвестно. Значит, по тестовым испытаниям данных воблеров, некоторые показывали себя плохо, некоторые очень даже неплохо. Поэтому, говорить, что вот эти воблеры просто тупо скопированы, они не работают, мы не будем. В данном видео мы просто хотим показать, что существует такая ситуация, как подделывание под бренды. Подделывание под бренды именно по факту воблеров. По факту воблеров. Это, повторюсь, мегабас. Кстати, если взять разницу в цене, разницу в цене, Ой, ну, практически в 10 раз разница должна быть. Вот. То есть, это должно дешевле стоить, чем оригинал. То есть, как бы, это очень существенная разница. Не просто существенная, а очень существенная. Тут напрашиваются два вопроса. Первый вопрос. Неужели цена на оригинал настолько завышена? Реальная? То есть, он стоит намного дороже, чем, ну, реально его сделать. И другой момент, что фирма, вот эта вот, вот эта фирма, нашла какую-то такую лазейку, что делать такое качество по низкой цене, ну, это просто прям сказочно. Просто кто-то даром работает, что такое вытворяет. Самое главное, самое главное в всей этой теме, чтобы, придя в магазин и увидев, увидев вот данное творение, да, допустим, мегабасов антенн, человек не купил это по ценнику, вот этой копии, по ценнику оригинала. То есть, чтобы его не обманули, не кинули, не, ну, не хорошие слова на язык лезут. Ну, вы меня поняли, я думаю, все понятно. Да, давайте теперь посмотрим по Ридж. Ридж у нас фирма ZipBates. Вот он, Ридж оригинальный в упаковочке. Хочу обратить внимание, что вот Ридж 90С. Вот он, он оригинальный идет Ридж. Тройнички. Заводные кольца темного цвета. Вот, на ощупь прям лаковое покрытие такое. На упаковке, честно, вот глядя на эту наклейку, я вначале подумал, что это копия. То есть, и подделка, потому что как-то наклейка не вызвала доверия. Но перевернув здесь, дистрибьютор by Mascanelo. То есть, Mascanelo у нас рулит, как, в принципе, и со многими брендами по приманкам на щуку. Как Pantone 21, например. Штрих-код, в принципе, просто так выполнен. Вот коробочка. Вот, теперь посмотрим, как же выглядит копия у нас по Риджу. По Риджу. Так, у нас тут копия с большой лопатой. Давайте посмотрим такой, чтобы был похож. Вот Ридж 90. Видно по коробочке. Даже здесь покрасивее выглядит. Я бы вот это скорее принял за оригинал. То есть, расцветка. Расцветка взять, да? Ну, расцветка здесь выполнена неплохо, только она в другом контексте сделана. То есть, другой цвет, по сути. Ну, смотрится очень даже круто. Давайте откроем его поближе и глянем. Так. Опять-таки, заводные кольца. Вот здесь, в данной ситуации, по всем этим воблерам, отличие идет по заводным кольцам. То есть, темные и светлые. Светлые идут на подделки, темные на оригинал. И тройники. Опять-таки, темные, светлые. Такое ощущение, что здесь тройники такие, которые, ну, реально 6 рублей стоит такой тройник. То есть, ну, я говорю, цены, извиняюсь, но момент, когда снимается это видео. Чтобы было понятно, что цены могут поменяться. Так, здесь глаз дополнительных нету. То есть, бонусов никаких мы не получили от этого видео, кроме одного глаза. Но один раз глаз получили. Так, смотрим дальше. Сделано прям, ну, блин, лапочка. Прям вот, муа! Красиво, красиво. Ридж. Если тут у нас был ридж на спинке, здесь у нас на животике. Ридж 95 SP Suspender. То есть, все красиво сделано. Опять-таки, наоборот. Вот, модельки, по сути, одинаковые. Если взять так, по длине, все прям, ну, да, они реально одинаковые. То есть, тело воблеров абсолютно сходное. Лопатка тоже похожая. Похожая. Так. Кстати, здесь у нас, ну, скорее всего, сняли заводное кольцо. Здесь было. Все-таки воблер немножко, немножко люди уже использовали. Тоже поделили, чтобы мы могли сделать сравнение. Так, давайте сейчас возьмем еще в антенне. А, ридж, ридж. В антенне мы уже показали. Давайте еще возьмем ридж, только поменьше. Семидесяточка. Цвет у нас такой же идет. Тоже смотрим. Заводные кольца блестящие. Тройники отличаются. А здесь у нас на спинке уже написано. Вот так вот. То есть, видно, кто писал, он просто там шлеп-шлеп-шлеп, нашлепал. Такой оба думает. Блин, я там не там поставил. Раз переставил сюда, блин. А здесь вот вступил и вот, да, не там поставил. Сейчас давайте еще один откроем, посмотрим, как, где же там шлепнули. На нем. Да, все правильно. На спине. А, тут вот какая-то кака еще. Видите, вот. Какая-то, блин, пакость. То есть, видно, лаком небрежно. Блин, ну вот. Вот это уже говорит о том, что есть. А вот у нас еще моделька Риджа. Риджа. Здесь, опять-таки, тоже. Нет, все-таки здесь на животике написали. Большой лопаты. Опять-таки, рассказка другая. Смотрится круто. Повторю, что смотрится нереально круто. Глядя на пачки. Давайте посмотрим теперь на пачке копии. Да? Вот она, с воблером у нас есть. То есть, Z-Baits. Z-Baits мы все это видим. Написано. Вот, Z-Baits здесь у нас. Made in Japan. То есть. Далее. MagDrive. То есть, система магнитного заброса. Вес. Воблера. Размер. Здесь у нас только штрих-код. Напомню, что у нас на Z-Baits дистрибьютор Moscanelo. Единственное отличие яркое. Это вот эта наклеечка, которую, в принципе, поделать, по-моему, намного проще, чем сделать вот всю вот эту вот красоту, вот эту коробку и такого воблера. Нараздо проще напечатать, что это дистрибьютор Moscanelo. Так, здесь наверху у нас Z-Baits также указано. Единственное, что прям на самом воблере еще бы напечатали Made in Japan. Вот. Вот здесь, где-нибудь, она была вообще полный Japan. 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 Жапанский воблер полностью. Так. Да простят меня японцы. Так. Теперь посмотрим, давайте на систему, как она у них работает, эта магнитная. Вот она. Тарахтит, да? Какой-то есть тут магнитик, надо сказать, что. Что-то там, не просто шарик, а что-то там переваливается. Теперь посмотрим на оригинале. Что же на оригинале, тарахтит или нет? Оригинал-то вообще не тарахтит. Ага, здесь тоже не тарахтит. А что же, это только? А этот тарахтит. Вот это да, вот это чудеса. Практически. Тут тарахтят только тройники, я понял. Да нет, тут шариков ничего нет. То есть воблер идет без погремушки. Эти воблеры. Этот, похоже, тоже. А маленький с погремушками. Ага. Нет, нифига, это заводное кольцо. Все, сам себя, как говорится, это. Нет тут погремушек. Все сделано. Тело сделано абсолютно одинаково. Вообще, такое ощущение. Вот приходит дневная смена. Начинает фигачить, фигачить для зипбейца. Потом ночью приходит сторож. И, короче, шабашит. Вот просто шабашит вот такие воблеры. Единственное, блин, у него нету доступа к тройникам. Потому что другой сторож сказал, нахрен, вот пока не проставишься, блин. Нифига не дам тройники ставить. И, короче, он берет, фигачит это тело. И, да. Ну, такая вот история. Реально, похоже, очень круто выглядят. И круто выглядят сами коробочки. То есть, вообще придраться, в принципе, не к чему. Это что касается зипбейца. Рич и мегабас в антенну. По этим воблерам мы рассказали и показали, именно сравнив с оригиналами. У нас есть еще несколько моделей. Это Asura. Но, к сожалению, нет оригинала, чтобы сравнить. Какое-то сравнение. Ну, просто покажем, как они выглядят. Фирма OSP. Воблер Asura. Размеры. Коробочка выглядит очень достойно. Очень круто. Просто вообще обалденно. Здесь здесь Made in Japan. Сейчас посмотрим. Расцветка Made Tiger. Штрих-код. Все здесь есть. Насчет Mascanelo мы тут ничего не видим. По-моему, у SP-шной фирмы тоже занимается Mascanelo. Воблер сделан очень круто. Очень круто. Вот здесь надпись идет на спинке воблера. Расцветка обалденная. Смотрится реально круто. Тройники. Видим, что тройники здесь тоже. Конечно, глядя на тройники, видно, что что-то не так. Что-то все-таки не так. Какой-то есть подвох. Вот. А так, в принципе, воблер очень крутой. Так. Здесь у нас Made in Japan. Опять-таки, вот, пожалуйста, смотрите. Видно, да? Made in Japan. Вот она еще одна асура другого цвета. Пожалуйста. Разные цвета. Ну, как бы, у нас не все, конечно, собраны. Потому что цель была, в принципе, показать это. А не столько палитру цветов, которые могут существовать. Ага, вот Enrich опять вернемся. У нас запакованный. Мы ее не открывали. Так. А теперь поговорим. Ага, еще у нас есть варуна. Вот она тоже. Вот такая успешная варуна. Тоже копия. Так. Made in Japan. Где мы здесь найдем? Штрих-код. Ага, вот он, пожалуйста. Штрих-код Made in Japan. Давайте ее откроем. Круто смотрится. Сделано. Обалденно. Сделано. Обалденно. Ну, блин, что сказать. На спинке написано. Рассветка играет. Переливается на свете. Просто сказка. Тройники. Опять-таки, обратите внимание. Какой тройник? Какой тройник? Заводные кольца. Тоже простые. Я думаю, что тройники на этом деле, они как раз-таки прогорели. Просто надо было немножко темные тройники поставить. Вообще бы, наверное, не было никакого отличия. И опять-таки, повторюсь, что и на всех вот этих моделях, что меня поразило больше всего, мало то, что качество исполнения воблера, так еще качество исполнения упаковки. То есть, ну, я считаю, что это как бы не дешево такую упаковку вообще делать. Ну, оказывается, что все-таки да. Все-таки да. Да, это касается воруны, а воруны, не, воруна, воруна. Написано воруна, ну, кто-то говорит о воруне. Хотя, может, это другие воблеры. Так, далее пойдем по теме какой? По теме копии. Копии, на самом деле, великое множество. Ну, хотелось показать орбиты, вот такие вот, от компании GrowSculptura. В принципе, мы их уже видели в одном очень популярном в России сетевом магазине. Вот, ну, как бы, не могли не показать такие воблеры. Что хорошо, что честно, что написано, что это GrowSculptura. Вот такая реклама фирмы GrowSculptura сделана в данном обзоре. Так, здесь у нас все по чесноку. Упаковочка сделана классно. Воблер сделан очень прилично. Ну, такие зеленые глаза. Пустые. В них нету Pantone 24. Или Lucky John эмблемки. Пустой зеленый глаз. В принципе, GrowSculptura не стала придумывать. Вот. Тройники обыкновенные. Перетянутые вот такой резиночкой. Какой-то добрый человек за несколько центов, наверное, все вот это вот привязывает. И можно услышать не как тройники тарахтят, а как шарики тут. И, кстати, магнитная система здесь и есть. Но она, по-моему, не всегда работает. Но это виднее профессионалам. Просто для сравнения. Это копия. А это все-таки, я считаю, это подделка. Потому что писать Made in Japan на воблерах, которые... Ух, ну, не могут быть Made in Japan. Никак. Это, конечно, да. Ну, вот такая вот информация. Информация, я думаю, интересная. О многом заставляет задуматься и поразмыслить на тему того, что мы покупаем в магазинах. Вот еще один пример. Очень забавный пример. Я люблю такие. Это, пожалуйста, копия под магалон. Сделано исключительное качество. Просто... И самое, что... Блин, я не могу. Я сейчас открою и покажу. Это просто блеск. Это просто блеск. На воблере написано, что это Orson. Orson фирма. Не знаю, видно, нет. Orson. Крючки Owner. Ну, блин, Owner не Owner. В принципе, написали. Молодцы. А здесь написали Магалон. Вот это красавцы, да. Вот это, блин. Ребята молодцы. В принципе, почему нет? Ну, Магалон. Вот так вот если повесить. Человек, который не знает. Сказать, видишь. Он говорит, Магалон и есть. Магалон. Все, блин. Красавцы. Вот такой вот тоже воблер. Ну, если так уже дальше проникнуть в эту тему, может быть, можно еще что-то нарыть. Но мы нашли данный материал. Я думаю, интересная тема для размышления. Если есть какие-то вопросы, пишите в ваших комментариях. Будем всегда вам рады. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok